Дальневосточному федеральному университету вновь повезло принимать в своих стенах региональный этап большого фестиваля Вместе Медиа, который уже более 10 лет ежегодно проходит во всех федеральных округах нашей страны и служит такой уникальной площадкой общения и самообразования журналистской среды в России. В рамках этого события во Владивостоке пройдет серия лекций, мастер-классов, где будут выступать самые известные, именитые и матерые такие спикеры из журналистской и окложурналистской среды. И, к счастью, некоторые из них даже смогли найти время, чтобы прийти к нам в студию. И первой заглянуть к нам поспешила Ирина Телицына, партнер пиар-агентства Пресс-Папье и в прошлом заместитель главного редактора журнала Forbes. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Кирилл. Нигде не ошибся, все в порядке? Все в порядке. Все отлично, хорошо. Добрый день всем. Расскажите о том, какую работу вы ведете совместно с проектами «Вместе радио». Раньше называлась «Вместе радио», сейчас «Вместе медиа». Что вы в рамках этого проекта делаете, о чем говорите и с кем? Я второй год участвую в фестивале «Вместе медиа». В прошлом году я ездила в Чебоксар, в Екатеринбург. В этом году Владивосток – первый город, куда я приехала. И мне очень нравится, что есть возможность и для студентов факультета журналистики, и для журналистов, которые уже работают, рассказать что-то, что может быть им полезно. Я просто стараюсь делиться своим опытом. В основном рассказываю про то, как мы в журнале Forbes подходим к работе с фактами. И оказывается, часть этой информации новая для людей, которые меня слушают. А вот эта информация предназначена в первую очередь для работников медиасферы или для студентов, и как вообще студенты, ну, как в одной аудитории, да, одну и ту же информацию слушает первокурсник и тот, который уже много лет работает. Как баланс вот этот соблюдается? Ну, я стараюсь давать и прикладную информацию, это для тех, кто уже работает, и давать ту информацию, которая скорее понятийная, которая задает какое-то отношение к профессии и какой-то стандарт, в том числе, там, этический стандарт. Потому что то, что нужно спросить второе мнение, если ты пишешь о конфликте, это важно знать и тем, кто уже работает, и тем, кто еще только собирается идти в профессию. Это в первую очередь студенты журфаков или, может, какие-то другие направления? Ну, вообще, наверное, это в первую очередь, конечно, студенты журфаков, но мне кажется, что может быть полезно для, я не знаю, public relations, он на факультете журналистики тоже есть, но, может быть, это будет полезно и там студентам с экономического факультета, потому что потом они будут работать все в бизнесе, там, в компаниях, и понимание того, как у другой страны, у журналистов устроен этот процесс, и им может пригодиться для того, чтобы в дальнейшем более эффективно общаться с прессой. Кстати, о вот этом профильном нежурналистском образовании, насколько оно необходимо? Потому что я обратил внимание, на сайте пресс-папье есть команда, да, люди, которые этим занимаются, и они все окончили факультет журналистики, работали в ведущих деловых изданиях России, но профильного экономического юридического образования, ну, по крайней мере, там не было написано. И вообще журналисты очень многие, ну, вот, работая в деловых изданиях, не имеют профильного образования. Как это у них вообще получается? Действительно ли необходимо профильное образование? И, может быть, сейчас что-то изменилось, сейчас оно прям вот нужно, тогда еще можно было без него, а сейчас прям обязательно. Я сейчас крамольную вещь скажу, очень крамольную. Я сама заканчивала факультет журналистики МГУ, но когда меня подруги просили поговорить там с детьми, которые поступают на журфак, я всегда старалась отговорить. И говорила, что идите куда-нибудь еще, потому что если там есть способности, если есть желание, то журналистом ты можешь стать при любом образовании. Вот, это крамольно, конечно, звучит. На самом деле не очень крамольно, потому что я, ну, может, вас удивлю, но каждый третий, мне кажется, человек, который у нас в студии оказывается, и мы говорим о журналистике, все так говорят. И что уж греха скрывать, даже я отговариваю людей, которые собираются идти на журфак. Ну, просто, например, издательский дом «Коммерсант» изначально в команде, там, когда в 91-м году создавали газету «Коммерсант», там практически в книгах журфака были единицы, были экономисты. У меня у самой, один из лучших авторов был, там, когда в разные годы в журнале «Форбс», у меня разные были подчиненные, он заканчивал биофак МГУ. Кстати, Познер тоже биолог по образованию. А вот как без вот этих специальных профильных знаний ориентироваться в теме, когда журналисту, чтобы писать грамотный текст, тем более в деловом специализированном издании, нужно, ну, владеть матчастью? Ну, ты, во-первых, начитываешь эту матчасть, во-вторых, ты общаешься с экспертами, ты переспрашиваешь, тут очень важно как раз вот этот навык не бояться спросить, если тебе что-то непонятно, потому что иначе ты можешь действительно написать то, что будет вызывать смех у специалистов. И я, когда погружалась в темы, все равно есть какие-то темы, на которых журналисты специализируются, я ходила на все профильные конференции, старалась ходить. Вот сегодня мы очень часто слышим от монетизации, да, все пытаются монетизировать все, что не делают, и интернет-ресурсы, да, и вот у нас телеканалы начинают появляться, которые по подписке работают. Правда ли, что сейчас любой материал, любой текст должен быть продающим в какой-то степени? Он должен либо продавать бренд-издание хорошо, либо продавать что-то, что это издание описывает? Бренд-издание, если текст написан хорошо, то он продает бренд-издание, а журналисту не нужно об этом думать, ему нужно думать о том, как написать качественный текст. Это, в конце концов, он не обязан продавать бренд-издание, он просто, ну, это профессиональная гордость написать хороший текст. Мне повезло, потому что я работала в изданиях, в которых очень четко разграничена работа редакции и работа коммерческих служб. То есть нам не нужно было ничего продавать в своих текстах, это независимая журналистика, ее, может быть, остается не так много, но она остается, и мне кажется, что именно она как бы дает развитие и импульс для развития журналистики дальше. Потому что если бы все сейчас было на коммерческой основе, то, в общем, было бы не очень интересно работать в этой профессии. Вот. Ну, как-то так. Очень много слышал о том в последнее время, что все должны овладеть навыками программирования. Марк Сукерберг, Вилл Гейтс всем говорят, что если вы в детстве не учете программирование, вы прямо теряете зря время, и всем необходимо это делать. Этот тренд до нас, мне кажется, еще не дошел, но, как вы считаете, именно в сфере медиа, я не говорю о дизайне сайтов, да, именно пишущему журналисту необходимы навыки IT какие-то информационные? Мне кажется, что там, даже если я захочу, я сейчас программирование уже не освою, но я должна понимать, что мне нужно, чтобы ставить задачу программистам. То есть, как у них устроен процесс, что нужно для того, чтобы там тот материал, который я сделала, они могли спрограммировать, чтобы он там лоб гридом вылезал, там как-то крутился, вертелся. То есть, наверное, навыки программирования добавят журналисту уверенности в его завтрашнем дне, но я не думаю, что журналист без навыков программирования уже не будет востребовано. Ну, будем надеяться. А вот новые форматы организации работы, новые технологии работы, я говорю не о каких-то девайсах и гаджетах, а именно об организации труда, как знаете, все эти тупица, agile, да, вот эти вещи, насколько они применяются сейчас в медиа и насколько они необходимы для дальнейшего развития? Ну, здесь как раз есть очень много примеров, когда там есть медиа, которые работают в системе удаленных офисов, когда все люди сидят вообще даже в разных странах сейчас, наши российские медиа, и сдают тексты, у них есть там просто единая админка, в которой они все это делают. И мне кажется, что у разных редакций просто по-разному это устроено. Для кого-то, у кого-то корпоративная даже культура, само издание, сами ценности издания, сам подбор команды соответствует тому, чтобы все работали там удаленно. У кого-то это маленький офис в Риге или где-то еще, у кого-то это большая редакция. Зависит очень сильно от издания конкретного. Потому что если мы говорим там о деловой газете, которая в принципе как в чем-то напоминает конвейер, там нужно, чтобы такое-то количество заметок было на полосе и к такому-то часу они были сданы, тут, наверное, с системой удаленного офиса невозможно работать, потому что ты не можешь обеспечить неперерывность процесса. Просто очень, ну повсюду сейчас это приходится видеть. И большой бизнес. Герман Греф на каждой конференции, по-моему, рассказывает о том, что бизнес должен приспосабливаться, искать новые формы, искать новые модели организации работы. И сейчас СМИ, медиа – это тоже бизнес. И они должны ловить этот тренд или пока что у них это не слишком актуально? Мне кажется, что редакции просто всегда немножко были по-другому устроены, чем корпорации. Поэтому там тот же Джайл, который сейчас модная тема, который из IT пришел сейчас в Сбербанк, он по сути, наверное, в редакциях, может быть, без этого слова применялся всегда. То есть есть всегда, условно, есть три автора, которые работают на каким-то расследовании. Это временно, если переводить на термины корпорации, это временная рабочая группа, небольшая. То есть редакции изначально были более гибкими, чем корпорации, поэтому мне кажется, что все эти принципы у них изначально в ДНК присутствуют. Да, новые какие-то способы управления редакцией из-за новых технологий, они внедряются. Больше мы пользуемся, мы, например, пользовались в Forbes в последнее время, когда я работала, для всех срочных новостей пользовались Slack-приложением. То есть там обсуждалось очень много в Slack, что-то в мессенджерах Facebook. То есть это все приходит, это все применяется, просто у нас не стоит так острая проблема, что это какая-то мегатрансформация, потому что редакция изначально гораздо более гибкая, чем корпорация. А вообще трансформация сейчас какая-то имеет место? Вот в интернете, у Forbes есть сайт, да, очень большая работа в интернете ведется. Есть какая-то трансформация, учитывая, что много лет вы проработали в Forbes? Да, я помню, когда мы в 2009 году запускали сайт, это прям просто нам нужно было перепридумывать, как работает редакция, потому что человек пишет текст журнала, как часто он должен что-то делать на сайт, мы там вводили какие-то системы дежурства, там что-то еще, что-то еще, перепробовали много всего. Сейчас уже я могу там сказать, что я думаю, что практически у всех, наверное, изданий есть такой опыт. Есть люди, которые не могут перестроиться, люди, которые вот как бы больше бумажные. Наверное, от них не нужно требовать, чтобы они много писали на сайт. А есть люди, которые любят писать на сайте, которые как бы больше пишут на сайт. То есть это трансформация каждого отдельного человека, она происходит, но она не всегда происходит полностью, потому что перестроиться, конечно, бывает сложно. И мне кажется, что тут задача менеджера, там условно редактора, она состоит в том, чтобы понять, в чем сильные стороны того или иного сотрудника, использовать их по максимуму, как в оффлайне, так и в онлайне. Меняются со временем и форматы, какие-то тренды мы наблюдаем. Как сейчас в современных условиях, когда у нас все говорят о клиповом мышлении, о каких-то особенностях текстов в интернете, которые, их большое разнообразие, их пролистывают очень легко. То есть газеты ты купил, и ты уже и купил, вот она у тебя, ну ты деньги на нее просто потратил, а текст в интернете ты перелистнул и не заметил. Как создать и создается ли сейчас такие журналистские произведения, которые заставляют читателя, привыкшего к скроллингу, внимательно всмотреться, вчитаться в суть материала и вместе с автором провести какую-то интеллектуальную работу, проанализировать какие-то скрытые, какие-то подтекстные вещи. Сейчас это вообще имеет место в СМИ? Это имеет место, и это, к счастью, остается, и это вообще просто очень здорово. Я вот, например, фанатка Юрия Дудя, он на Спортсуру пишет. И я дочитываю всегда эти материалы до конца. Мне кажется, что если материал качественный, если автор вложил в него душу и интеллект, то и читатель что-то получает и чувствует то, что в текст вложено, и этот текст его не оставляет равнодушным, не переключается с третьего абзаца на куда-то еще. Вы сегодня на лекции сказали, на которой мне повезло присутствовать, вы сказали, что сегодня маловато репортажа, вот чего-то не хватает репортажа. Вы имели в виду именно репортажный жанр, и именно репортажные произведения, или что-то? Я имела в виду и репортаж как жанр, потому что это дорого, и большинство редакций сейчас не могут себе этого позволить, отправить человека куда-то. Когда был Ньюсвик, я работала в издательском доме, где был и Форбс, и Ньюсвик, и команда Ньюсвика ездила в репортажи постоянно. Они прямо просто писали каждую неделю из какого-нибудь региона или из какой-то даже страны, и это было интересно читать. И мне кажется, что после изменения экономической обстановки во всех практически изданиях репортажи как жанр посокращали. Но мне не хватает и репортажа как жанра, когда полностью текст написан как репортаж, и репортажных элементов в текстах. Потому что это требует от автора наблюдательности, цепкости. И мне кажется, что иногда авторы ленятся, и словно записали ответы во время интервью, но не использовали всего того, что они в это время заметили, приметили. А с деталями текст всегда читается лучше. Мне и этого, вот этих деталей репортажных, в обычных текстах не хватает. Был пример недавно, когда я читала новости про то, что арестовали в Праге русского хакера Евгения. Фамилия в некоторых изданиях называлась, в некоторых не называлась. И большинство новостей шли стандартно, что вот его арестовали, а в некоторых новостях использовали данные из первоисточника, из заграничных СМИ, про то, что он при аресте упал в обморок, и что он был с подругой. И это уже давало какую-то дополнительную информацию. Я с большим интересом читала новости, где была вот эта доп. информация. Работа форума «Вместе медиа» направлена на то, чтобы диалог вот этот внутренний в медиасфере поднимать и взаимосвязи какие-то устанавливать. Вот вы приносите знания, опыт в регионы, да? А вот такие же специалисты, как вы, которые ездят, они получают что-то отсюда? Есть что-то, чему вот известные журналисты и вообще работники медиа столицы могут подчеркнуть для себя? Есть, безусловно, потому что интересны очень вопросы, которые задают. То есть ты понимаешь, что сейчас волнует журналистов или начинающих журналистов. Ты понимаешь, какой нерв в профессии остался, не остался, что волнует, что тревожит, что люди думают. И это важно. И плюс, конечно, когда ездишь по разным городам, то ты часто узнаешь какие-то региональные истории и лучше узнаешь в других городах, что тоже всегда для нас просто счастье. Вы много ведь работаете со студентами, насколько я знаю, да? И в Москве какие-то лекции читаете, верно? Вот вы видели людей, которые в будущем себя, по крайней мере, сейчас видят журналистами. Что вам в них не нравится? Вот что на что отличает их от ваших сверстников, вот ваше время, ваше учеба? Мне кажется, что стали ленивее, стали равнодушнее. Но, возможно, это такое как бы выражание. Я понимаю, что у нас там с нашего курса, у нас было 120 человек на курсе, тоже, в общем, как бы топовыми журналистами стали с десяток, наверное. Тоже кто-то ушел из профессии совсем, кто-то как бы, хотя я обманула, не с десяток, у нас, наверное, больше. Но вот сейчас, мне кажется, равнодушие я чувствую больше. Даже когда приезжают суперспикеры в некоторых городах, ну, там, в прошлом году, и сейчас я вижу, что не заполнена аудитория. Мне кажется, что не все студенты факультета журналистики присутствовали сегодня на лекции Дмитрия Карпова, там, или на моей. И я просто не чувствую, что у всех есть вот эта жажда узнать больше, развить себя в профессии. Она необходима. Она необходима. Потому что, если нет этой жажды сейчас, то как тогда с любопытством спрашивать потом ньюсмейкеров и писать свои истории? У нас недавно во Владивостоке совсем, буквально вот пару дней назад проходил форум молодых журналистов Приморского края. Первый раз проходил, новый формат, и были мастер-классы, на которых работники СМИ Приморских, СМИ Владивостока, ну, вот, какие-то практические советы давали, разговаривали вот в режиме диалога, да, а дети еще школьники во многом, да, вот, 16-17 лет. И большая часть вопросов на мастер-классах от телевизионных корреспондентов, допустим, у которых я присутствовал, была про деньги. Про деньги, про когда возьмут в штат, про сколько там платят, а можно ли совмещать, чтобы больше получать, куда идти, чтобы получать больше. Вот, девочка, 14 лет, 15, и вот, вот, вопрос в основном про деньги. А как-то люди постарше почему-то совсем другие вопросы задают. О чем это может говорить, и как-то хорошо, неплохо? Ну, мне кажется, что это просто, в принципе, потому что в обществе сейчас больше говорят про деньги, чем там говорили, когда те, кто сейчас постарше, были более молодыми. Ну, наверное, это говорит о прагматизме. Это хорошо или плохо? Мне кажется, что если только про деньги, то это плохо, если про деньги, но при этом еще про что-то, то это хорошо. Ну, вам, как журналисту, который, да, работал в таких бизнес-созданиях, про деньги немало и знает, это должно быть понятно, лучше и прочее. Я просто, ну, для себя я точно знаю, что я часто и много делаю бесплатно. Я, как бы, читаю тренинги, я, когда писала, там, наверное, я неправильно сказала про то, что делаю бесплатно, но тексты-то, конечно, все тоже бесплатно писали. Но просто вдруг меня кто-то неправильно поймет. Но я, как бы, кучей каких-то активностей занималась не по своей работе, не получая за это денег, просто потому что мне это было интересно. А насколько важно и полезно вот такого рода деятельность? Она очень полезна, потому что как раз это дает возможность, во-первых, немножко с другой стороны посмотреть, а во-вторых, немножко с другими людьми познакомиться. И часто через это ты открываешь путь к чему-то другому. Я, например, очень люблю там ездить в бизнес-школу Сколково на лекции, когда они открытые лекции проводят. И понимаю, что я получаю какие-то новые инсайты, какую-то новую информацию, которая мне потом позволит по-другому сформулировать вопросы или что-то сделать еще по-другому. Мне кажется, что всеми возможностями для развития, которые есть, нужно пользоваться. Для развития контактов в том числе. Спасибо большое. С нами была Ирина Телицына. Продолжайте смотреть наши выпуски. Я думаю, у нас еще не один спикер появится в эфире. До скорого. Спасибо. Спасибо вам большое.